Окей, привет всем, кто присоединялся, кто будет смотреть записи. Мы продолжаем, я надеюсь, закончим сегодня комментарий Равина Дина Штензальца к недельному разделу ВАЭРа. Окей, это книга, соответственно, ШМОТ. Все, я выставляю. Сейчас, секунду. Видно, да? Правильно? Могу побольше сделать. Видно. Так, вам хорошо. Так, взял, все. Значит, мы кончили. Вот мы начинаем отсюда. Да, хорошо, Тимофей, можешь начать? Давай попробуем. Давай. Намших, Немшах, Немшах, Пейрот, Йоксин, Крови, Лейге, Пелеват. Замечательно. Так. После того, как вспомнили Мошея и Аарон. Были упомянуты. После того, как были упомянуты. Да, после того, как были упомянуты Мошея и Аарон. Правильно. Продолжается. Замечательно. Переперут. Ну, перечисления. Перечисления. Ну, по-видимому, генеалогии. Перечисления генеалогии близких. Или как бы родственных связей, близких к ним. А Крови Мэдээм. Да. Родственных связей, близких к ним. Да, но вот слово Белеват, по-русски надо переставить куда-то вначале, потому что это как бы только. То есть перечисляется, продолжается перечисление, только родственных отношений, которые близки к ним. Потому что Белеват стоит на еврите в конце, и это звучит нормально. Но по-русски это как бы неправильно стоит в конце. Но идея понятна, да? Окей, дальше. Да. Убны Ицхар, Бен Кеат. Так. И сыны Ицхара. Которые являются сыном Кеата. Да, дальше. Корах. Корах. Шейскар. Смотри, когда два юда, это известно. Когда два юда, то означает, что это юд. Правильно? Да. Поэтому здесь Ицхар. Это всегда форма... Шей Захар. Да. Это всегда форма нефаля в будущем времени, который запомнится. Да. Правильно. Проблемная личность в рассказе, который случится в пустыне. Правильно. Шей Ар. Замечательно. Так. Ува нефиг в Зихар. Ну, это еще как бы два человека. Еще в родственнике. Да, ну, окей. Про них дальше не сказать дальше. Да. Увней Узиэль Бен Кеат. Это тоже в отношении к Кеату. Дальше. Да, и дети Узиэля сына Кеата. Да. Мишаэль в Эль-Цафан в Ситри. Правильно. Ша в Гэм из Керу в Бэмшах. 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 Да. Так. Мишаэль и Эль-Цафан в Ситри, которые также запомнятся... Которые будут упомянуты. Будут упомянуты в дальнейшем. Ну, да. Поскольку, как бы, это речь нормальная, не библейская, да, не бумаж, то, как бы, здесь нет вала оборотного. Ну, тут, как бы, вообще вала нет. Поэтому, что, как бы, это стоит не файль в будущем времени, так это и будущее время, да. М из Ахру, я думаю, из Ахру, Бэмшах, которые будут упомянуты дальше. Окей? Да. Вайках Арон Эд Элишева, Баб Аминадав, Охот Нахшон, Ло Лейша. Окей. Так, и взял Арон Элишел, дочь Аминадава, сестру Нахшона, себе в жены. Мамечательно. Что-то задумался, я помню, цепора жена Маше, как бы, была дочь Итро, а Элишева не была ее сестрой? Или я уже что-то путаю? Ну, мы что-то нет, мне кажется, нет. Окей. Мне кажется, нет, но можно проверить, но, мне кажется, нет. Окей? Да, продолжаем. Гам Нахшон, Юфия, Лахар, Микен, Беток, Наси, Шевет и Иуда. Замечательно. Так, так же Нахшон, Юфия появляется. Так же Нахшон, Пайска, Лица, правильно? Это Ют тоже, это все будущее, да? Только, что здесь не Файл, а только, что здесь Ифиль, да? Юфия. Вот появится после этого. В ряду князей, в ряду князей, в колено Иуда. Да, правильно, или главы, да, главы, главы, Шевет и Иуда. Окей, Нахшон. Замечательно, все правильно. Ох, да. Факт. Правильно, факт. Тот факт, что Аарон взял его сестру, главы, колено, важного. Да. На Цвия. Указывает. Очень трудняюсь. Указывает. Да. На его положение. Да. На его важное положение. На его положение, важное положение на Родину. Так, положение кого? У Аарона. Правильно, Аарона. Замечательно, дальше. А бы за кого сестру не дадут. Ну, правильно, да. Да. Ват Элетло, Элишева, Эд Надав, Эд Авигу, Эд Эль Эзер, Эль Азар, Вер Итамар. Да. Так, и родила ему Элишева, Надава, Итамара. Правильно. Эль Эзера и Итамара. Правильно. В Нэй Коро, Асир, Вэ Эль Кана, Ва Ави Асар. Да. Так. Дети Коро, Асир, Эль Кана и Ави Асар. Да, вот интересно мне пришло в голову. Я не знаю, по какая причина, но вот есть имена из тех, которые, например, мы сейчас читаем, да, которые вполне встречаются в современном Израиле. Например, Эль Кана. Эль Кана, во-первых, есть поселение, во-вторых, как бы это и имя тоже Эль Кана вполне как бы нормально. Я уже не говорил про Эль Эзера, тот же Эль Эль Эзер и Тамар, а есть и Надав тоже очень распространенный, Эль Шева очень распространенный, Мишаев меньше распространенный, у французов распространено, из выходцев Узи Эль тоже распространено. А есть те, которые, как бы, Идзгар, есть поселение Идзгар, есть имя Идзгар, а ну а есть, как бы, те, которые, как бы, совсем нет, например, Ави Асар, я никогда не слышу. Хотя, по идее, как бы, какая, как, почему, не знаю, какая здесь история, ну, наверное, тут нет. Ну, Эль Шева-то вообще, Элизавета, да, перекочевала? Ну, наверное, да, 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 да. Элизавета уже откуда? Да, наверное, наверное, да. Да, Эль Шева в общем распространенный. А Эль Кана, я помню, что был, по-моему, отца Шмуэля, право позвали. Правильно, да. И он, как раз таки, был потомком Кураха, как раз таки, может быть, или потомка Кураха была принята Эль Каной. Да. Дальше. Эла? Эле? Эле Мишаев от Курхи. Это семейство Кураха. Да, да. Ну, да. Который будет упомянут в моей книге «Памятар». Да. Окей, перейдем к Арслану. Да. Окей. В Элиазар. В Элиазар Бен Ахарон лакахло мибнот Кутиэль. Да. И Элиазар Синаарона взял себе из дочерей Кутиэля. Да. В смысле, в жены. Да, 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 да. Это… Шезах… Шезах… Зеуто. 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 Это… Ну, зеуто – это… Ну, по-русски это… Вообще, зеут – это идентификация личности. Например, дудат зеут – это удостоверение личности. В данном случае, зеуто – личность которого поведена. Зеуто. Зеуто и на… Еду. Еду. Едуа. Шезеуто и на Едуа. Минкомот Ахарин. Да. Шезеуто и на Едуа Минкомот Ахарин. Личность. И личность… Знаменитая… Личность которого известна. Известна из других источников. Известна из других… Из последующих мест. Из других источников. Минкомот Ахарин. но из других источников, да, окей, из других мест, да, да, там это было существительное, да, здесь это глагол, аюши зеу ото им и тро, ну да, аю в смысле были такие, которые, которые идентифицировали, как это, идентифицировали его, с Итро. Правильно. Аю, Аю. Аюша, Зимух, то им Итро, да. Что Путель, известно, одно из имен Итро, это Путель. Поэтому, может быть, Путель, это как раз Велезербен Аарона. Велезербен, что сын Аарона взял себе в жены кого-то из детей, кого-то из дочерей Путеля. А Путель это одно из имен Итро. Это известно. Дальше. Шаюло. Шахаюло Шамот Рабим. Правильно. И которые были для него именами великими. Близко. Шаюло, Шамот Рабим. Поскольку у него было много имен. В смысле у него было как бы много кличка, это плохо звучит по-русски, но у него было много кинуим называется. У него было много имен. Или имен. То есть у него были разные имена. Окей? Вааю. Вааю Ши Яхас Сохо. Яхасу. Яхасу. Мишпехот Йосеф. Йосеф, да. А были такие, которые Ши Яхасу. Ла Яхас, это соотносить, которые соотносили его с семейцами Йосефа. Некоторые считали, что это от путей, а некоторые считали, что это Йосефа. То есть есть такие, есть такие. Окей? Но имеется в виду люди, в смысле комментаторы. Дальше. Алло, Лаиша. Алло, Лаиша. Себе в жены, да? Дальше. Ваталетло Эт Пинхас. О, это правильно, да. И родила ему Пинхаса. Да. Ши Ямло. Ши Ямале. Ши Ямале. Тавкит. Мишма. Машмаути. Машмаути. Ле Алабу. Ну, в последующем. Ши Ямале, вот Эт Пинхас. Ши Ямале, Тавкит Машмаути. Который... Поднялся. Что, что, что? Который поднялся. Нет, Эмале, Тавкит, в смысле, который будет, ну, играть роль, дословно осуществлять роль, дословно наполнять роль. Да, Эмале это вообще наполнять, правильно? Ну, по-русски, который будет играть Машмаути, это важную, значительную роль впоследствии. По-моему, так. Окей? Дальше. Мина. Мина Стам. Замечательно. Мина Стам. Гам Итамар. Да. Наса Иша. Да. Из... Ну, Мина Стам, это такое, это выражение. Мина Стам, это в смысле, ну, как бы, очевидно, Мина Стам. Мина Стам, это как бы по-простому, очевидно, явно, как бы, ну, вот так, да? Мина Стам, Гам Итамар. Ну, понятно, что Итамар тоже. Наса Иша. Он взял себе жену. Правильно. Ах, Эйн. Ах. Мы говорим, что все время Ах, Ах. Это отрицание того, что было до него. Поэтому Ах, это ближе всего к русскому Но. Ах. Ах, Ин. Эйн. 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 Ну, да. вся фраза как бы такая. То есть, как бы, очевидно, что Итамар тоже, в общем, по простому смыслу, конечно, он тоже взял себе кого-то в жены, да? То есть, женился на ком-то. Но дальше. Ах, Эйн. Адавар нескаркан. Однако, есть такая вещь. Нет. Эйн. 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 Нет. Нет такой вещи. Но это здесь не упоминается. Ах, Эйн. Адавар нескаркан. Но это здесь не упоминается. Давар, правильно, это может быть вещь. Но это и может быть просто. Давар, в смысле, вот то, о чем мы говорили. Ах, Эйн. Адавар нескаркан. Но об этом здесь не упоминается. Почему? ничего не было потому что потому что это потому что это смысле то что он взял по-видимому жены женщину женился да потому что это несущественно для чего для упоминания дальше для дальнейшего повествования я бы сказал так дальше у нас есть некоторая таблица большая и про нее сказано что это это главы отцов левитов по их семейству правильно да ну вот мы можем посмотреть на самом деле это интересно вот илан мишпах от левит то есть вот генеалогическое дерево мишпах от левит семейства левит значит наверху естественно левит правильно у него у леви у него было если бы это сын юсепа правильно поправляйте меня если что-нибудь ошибусь значит у леви и какой сын юсепа леви не сын юсепа якова якова конечно якова конечно конечно якова это один из как бы шеветов один из одной из колен колено левит дальше у него четверо сыновей правильно да и одна дочка у него гершон киат эмерари мы знаем что у них у каждой семьи была своя роль по обслуживанию храмовые утвари правильно кто-то разбирал кто-то перевозил кто-то собирал но в общем каждый как бы у каждого была своя задача гершон киат эмерари дальше у гершона вот есть да и еще дочка юхэль 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 кстати тоже распространенное вполне гершон очень распространенными мэрари я не слышу и дальше у гершона было левни и шим и у киата был амрам по видимо амрам а тут много вообще там рам и тзар шеврон узи эль мах и узи эль да вот у мэрари махли и муж 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 вот я хэль и тут как-то дальше идет я не очень понимаю юхэль я не очень понимаю она идет к амраму а она идет к амраму она была женой амрама правильно да 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 а почему она как бы соединяется здесь с зелем или это нет они соединяются не на мимо проходит ну да ну хорошо над как а вот известные нам герои до присмотрим мирям аарон моши они из а да правильно их отец амрам матьюхэль да вот и поэтому здесь так сведено это мирям аарона моши да а вот дальше вот эта вот линия это линия от изгара корак да корак бен-экзар правильно на фак я не помню точно зихри да 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 вот это вот мишаэль эльцефан да и ситри окей да 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 а вот моши аарона от них значит как у аарона у аарона надава и сам надавали которые погибли надавали у которые погибли и еще элеазар вы там оставшихся правильно у короха асиры канавы авиаса да а вот элеазар это пинкас насколько я понимаю это пинкас этот который ревнитель канай правильно пинкас бен-экзар окей так мы все разобрали да а вот у моши как бы детей не было правильно были но просто не не упомянуты здесь дальше в танахе там есть упоминание о детях маши что один из них был казначеем у какого-то царя ада ну хорошо но напрямую продолжается вот у арона видно у мирян тоже нет не вижу здесь продолжение как бы нет но они приведены ну может быть да ну хорошо возвращаемся тимофей к тебе сэда да хорошо давай так вот здесь да аминар шима шаф а котов да так из понимания что ли я думаю минар шима то есть после вот этой после листа аршима это перечисление после вот этого листа перечислений котов шаф значит шаф а котов возвращается писание писание да к сути рассказа лаикара сипут к основному рассказу важно да и карата к основному смыслу этого 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 рассказа дальше а арон и чём это она рон умаше ше нискеру кебней амрам правильно народом шея которые упомянуты к слове амрама правильно у арон умаше шер мамар на шэм лэгэм да не штани и арон и маша которым все вышли сказал да вот силу рэдбэны исраэль мэ эрэц митраэм да изблеките сыновей израиля из земли египетской ну да вы видите да все правильно но 50 кода дим да вот эти вот мин амам ну да не выходе без я думаю не выходом отдельно то есть как бы выходить видимо по видимо пара по разному то есть например вы убегают отдельные два-три десяток людей каким-то образом находят возможность сбежать из рабства это в этой цият бодэ дим бодэ дим это отдельно но видим по русски это отдельные личности да или просто отдельных людей или хоть и вот минат бригадами ну хоть и вот бригадами да то есть ну какими-то отрядами я бы сказал да выходили как бы не так выводили выводились как бы все по как эла аль ну да по как бы их воинством так дословно переводим а что это означает кваль шифты а ну да то есть народ выходил развернутый как бы развернутыми колоннами скажем так да то есть выходил весь в полном порядке и все они как и отдельные личности которые убегают либо отдельные отряды которые убегают называется хотево совмя ну видите хотева хотево это воинское какое-то подразделение ну это да либо батальон либо дивизия по-моему это по-моему это по-моему это батальон ну можно посмотреть у меня где-то была батальон то сколько что ты говоришь батальон это сколько я могу сейчас начать искать либо в телеграме напомни мне я найду у меня была таблица переводов на русский хотево хотево это много вообще есть плуга вот плуга это отряд такой небольшой относительно давно нет плуга 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 это думаю вот это типа плуга это батальон а что выше батальона дивизия бригада бригада ну вот бригада вот хотево это бригада действительно окей ладно и соответственно командиры слегка называется есть ну вот хотево это махат это махат так называют человек который стоит офицер который по главе хотево это называется махат а плуга соответственно называетсяММП и соответственно их заместительtown называются с буквой самах то есть самах это заместительmez т.е есть наказан хат stakeholder командиру бригады окей ну хорошо дальше М Так, они, говорящие к фараону, царю Египта, чтобы вывести сыновей Израиля из Египта, это Маше и Арон. Замечательно. Дальше. Правильно. Ашифти, это прилагатель. Река Ам Ашифти, то есть Река Шилаем. Река Ам, это Река Шилаем. Река Шилаем Ашифти, Ве А Мешпахати. Ве А Мешпахти, да, как это перевести? Так, Ле Ахары, после... После информации. Смотри, Река это фон. После информации о племенном и семейном, об их племенном и семейном фоне. То есть рассказывается, нам рассказали, как бы, какое у них... Ну, может быть, фон не самое лучшее слово, может быть, это как-то по-другому можно сказать. Но очень понятно, когда нам сейчас рассказали их Река. Вообще Река такое слово очень распространено в Израиле. Например, когда человек куда-то приходит и хотят про него узнать. Да, вот как это правильно по-русски говорят? Ма Река Шила. То есть по-русски не знаю, какой у него фон. Это говорится, как бы идея такая... Родословная. Что-что? Родословная, может. С тебе, в общем. Да, но это не обязательно, кто родился от кого. Это Река в смысле... Где учился, где работал. Я тебе скажу, развернуто это сказать так. Какая у него история связи с этим вопросом? Приходит человек наниматься на работу. Да? И, например, напрямую не видно, что он вот сто процентов попадает вот туда, кого ищет. И это нам говорят. А Ма Река Шила. То есть это, наверное, включает, где он работал, с кем он общался, как он был связан с этой сферой. Вот это вот называется Ма Река Шила. Окей? Поэтому здесь какая... Здесь Река какая была? То, что она вычислялась до этого, это была Река Шевти Мишпахти. То есть Река связанная с коленом. То есть по отношению к колене, какое они имеют в смысле. Река Мишпахти. То есть более узкая сжата, а именно их Мишпаха. Окей? Потому что Шевет это Шевет Леви. А Мишпаха, может быть, Мишпаха там была, а, да, кеатем, ирари, и так дальше. Окей? Дальше. Хозер? Хозер Соф Айнян, эль А Амур, эликныя Ацгата. Ацгата, да? Ацгата Шель Эршимазо. Да. Значит, да, после тлафона возвращается... Хозер Соф Айнян, эль А Амур. Ну, Соф, я не очень поэто слово, но хорошо. Хозер Соф Айнян, эль А Амур. В конце концов, что-то такое, да? Ну, потому что возвращается повествование, да, ну, вот этот вот Эйнян, куда? Эль А Амур, или, знаете, к тому, что было сказано до представления вот этого списка, этой таблицы. То есть у нас там был некоторый Эйнян, он прервался для того, чтобы показать то, что здесь написано. Река Шевти у Мишпахти. А сейчас, когда это закончено, и мы поняли, кто, откуда и кого, теперь можно как бы вернуться обратно к тому Эйняну, который был прерван. Окей? И что же это за Эйнян? И было в день говорения Всевышнего к Моше в земле Митсраяма. Правильно. И сказал Всевышний Моше, говоря, я, я Бог. Да. Говори фараону, царю Египта, все то, что я говорил тебе. Все то, что я говорил тебе. Да. Так. Продолжаем. А вот здесь, Боемр Моше. Дальше начинает отличающая история. Правильно? Моше отнекивается. Боемр Моше Лифне Шем Генани Араль Сватаем. Замечательно. Да, я говорил Моше перед Всевышним. Ну, как бы я дословно обрезал губами. косноязычный. Косноязычный. Да. Дословно, дословно. Ну, Орла это крайнее плод. Орла это крайнее плод, да. Но Араль Сватаем. Ну, вообще, все, что связано с Орла, это как бы незавершенность, незаконченность. Ну, то, что по-русски интерпроотношение называется косноязычный. Хотя, если никакого косноязычного, ничего нет. Да, но вот Сватаем, в смысле, не обрезанные губы, дословно. Но по-русски правильно, конечно, перевести косноязычный, это смысл, что я не могу плавно разговаривать. Окей, не могу нормально общаться. Или там, ну, все-таки нетрашенная тема, что как бы Муше была Муше из-за того, что он большую часть времени до этого проводил в одиночестве, то есть он как бы там уходил в единение, искал Бога, разговаривал, искал какие-то духовные вещи, поэтому он мало общался с людьми, тем более с теми, которых он оставил, когда он был молодым человеком или там, не знаю, юнцом, который убил гиптянина, убежал и все. И как бы он говорил, я не могу разговаривать с людьми. Окей, да, сухи эх, А как же послушать меня фараон? Ну так, фараон, страшно идти, если я даже говорить нормально не могу. Дальше. Ва иомер Ашем Эль Муше Ре Нататиха Элогим Так, не говорил Всевышний Муше. Смотри, даст тебе Всевышний. Я дам тебе, дал тебе. Поскольку Вавы нет, то это как бы можно считать, что это нормальное прошедшее время. Нататиха Элогим поставил тебе. Но вот Элогим мы здесь видим, поэтому Раф Штенцальс он поясняет это, потому что по нормальному слову слово Элогим это Бог, что переводится по-русски. Бог всевышний, скорее всего, Бог. Правильно? Но зачастую, тем не менее, слово Элогим может иметь другой смысл. Например, помните во времена потопа, по-моему, после потопа сказано Бнейлоим. Бнейлоим это, что такие Бнейлоим. А там объясняют, что это какие-то люди, которые были на уровне Несеим, князей и Пятые Десятые. Правильно? Поэтому тоже сказал, поставил тебе Богом, не тот же поставил тебе Богом, но поставил тебе как бы в качестве руководителя, помощника, как угодно. В основном, как сейчас будет это, как Акштенцальс будет комментировать. Дмут Дмут Бе Аллат Кох Ве Ацма Дмут Да, что такое Иллуим? Да, по простому смыслу Дмут Бе Аллат Кох Ве Ацма Подобию Нет, смотри, Дмут Дмут это личность здесь. Когда говорят Ба Аллат, то правильно перевести по-русски обладающее. Это личность обладающая чем? Силой и Правильно. Ну, могуществом, по-видимому, Такая впечатляющая личность. То есть, ты не волнуйся, что ты не можешь плавно красиво говорить. Я тебе даю Аарона, который будет тебе Иллуим. Значит, будет тебе Иллуим. Он, не знаю, может быть, вообще в современном языке правильно бы сказать, что он презентером будет. Он будет презентером. Не волнуйся. Окей, дальше. О? Дмут Иллуим. Или образ Божий. Ну, тем не менее, как бы не может, по-видимому, пройти мимо того, что не сказано, что я тебе дам Аарона, который вот такой сильный, и все, он тебе презентером будет. А все-таки слово Иллуим сказано. И как бы трудно это по-простому от этого просто сказать, что Дмут Дмут Балат Кох Луц Мах. Поэтому как бы второе, второй подход такой, что все-таки это Дмут Иллуим, по-видимому, по-видимому. То есть какая-то, не знаю, что-то связанное с Богом. То есть Аарон будет ему помогать. Ну, не знаю, это не очень понятно, что значит Дмут Иллуим. Не сто процентов понятно, но понятно, что это какое-то дополнительное объяснение к простому, что просто поставлю тебе Аарона, который, в общем, такой крутой, сильный, могущественный, который поможет тебе как бы осуществлять. Тут есть другой смысл тоже. Окей, дальше. Так вот, дам тебе Аарона в качестве Иллуим, в качестве такого супер-помощника. Для чего? Для кого? На кого? На фараон. В фараон. Перед фараоном, наверное. В Аарон. В Аарон Ахиха и Е Невиеха. Ну да, вот интересно, тоже здесь употребляется слово, тоже неожиданно Невиеха, да? Как бы странно. Все-таки, наверное, как бы в этом есть наверняка смысл, что здесь Иллуим, а здесь Нави. Как бы слова, в общем, имеющие однозначно смысл не только противопоставление то, что было сказано, что Мошек красноязычный, а Аарон, он хорошо может разговаривать и вообще как бы ну хорошо, сейчас бы сказали, принят в обществе, да, вот может разговаривать, в обществе, виси беседы там, разговаривать с сильными мира сего, наверное, не только это, почему? Потому что иначе не было бы слова Иллуима, не было бы слова Нави. Ну хорошо, что это такое? Иарон, брат твой, будет пророком твоим. В качестве пророка, да, хотя здесь как бы штензаз возвращается к простому смыслу, ишамэш, кэш, ишамэш, кэш, ишелихеха. Ну да, то есть будет служить твоим посланником, ну то есть по простому слову, будет твоим посланником. То есть Нави в том смысле, что он будет передавать твои слова, то, что ты хочешь сказать, и он будет передавать фараону. То есть Муше говорит Аарону, передай, скажи вот фараону, там, отпусти народ мой, иначе не отпусти, будет раз, два, самый простой свитч. Окей? Возвращаемся к Арслану, правильно? Да. Окей, Арслан, да? Да, да. Ата? Ата ты да, бэр коль ашер отца вэха. Да. И ты будешь говорить все, что я повелю тебе. Замечательно. 100% правильно. Ве ахарон ахиха и дабэр эль паро. Да. И Аарон, брат твой, будет говорить к паро. Правильно. у весуфо шель давар. Да. А, весуфо давар это в конце концов. Это просто в конце концов. Ага. И в конце концов что? Вешилах вешилах от бне Исраэль меарцо. Да. Ну и он вышлет израиля из своей земли. Да, 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 да. То есть вот интересно, Мошэ, да, несмотря на то, что ему сейчас будет сказано, что следующее, что я отягощу лев паро и так дальше. То есть путь будет сложный. Но интересно, что сейчас Всевышний уговорит финальную точку. То есть я тебе гарантирую, что в конце концов фараон вышли. Поэтому здесь написано «Бусофошэль давар». То есть давар будет длительный. Там будет много перипетий, как мы знаем. Но Бусофошэль давар, если Мошэ знал наверняка, что бне Исраэль выйдут из Египта. Ему было сказано, ему было как бы заверено, что несмотря ни на что они выйдут. Однако дальше Веулам Веулам кодем лахэн. Да. акшеет лев паро. Они акшеет лев паро. Веулай кодем лахэн. Однако перед этим перед чем? Перед тем, как я вышлю. Перед тем, как я вышлю. Перед этим, что они акше лев паро. Я утяжелю сердце паро. Ну да. Что такое каше? Каше это тяжелый. А, по-русски, кстати, тоже говорится с легким сердцем либо с тяжелым сердцем. Да. Но правда здесь с тяжелым сердцем, похоже на капорусский с тяжелым сердцем. Или с легким. То есть не с легким сердцем будет отпускать, а с тяжелым сердцем. Вот именно акшеет лев паро. Дальше. Вейтен. Вейтен. ло кашеет ло кашеет лисболь это аоншит. Аоншим. Аоншим, да, акашим. Вот очень интересно, как что здесь объясняет слово акше. В чем будет заключаться ужесточение и утяжеление сердца паро. Вот это. Вейтен ло кашеет лисболь это унашим, акашим. Как это понять? И дам ему силу лисболь. Лисболь это как бы выносить. Терпеть выносить. Выносить что? Аоншим, акашим. Тяжелое наказание. Тяжелое наказание. Вот интересно вот это вот слово оно, я думаю, не зря здесь стоит. Потому что это тоже слово каше. А что каше будет? Это не так, как я сказал, что он будет с тяжелым сердцем отпускать. А сердце будет тяжелое. Почему? Потому что он сможет выносить тяжелое наказание. И в этом будет заключаться ужесточение его сердца. Что он не просто будет сломать. Что ему будут посылать, а он тем не менее сможет это выносить. А не на современном русском языке они прогибаться мгновенно. Либо прогибаться, то опять восстанавливаться. Дальше. Вей ирбейте. Вей ирбейте от оттай веет муфетай веэрит митсраем. Замечательно. Вей ирбейте. Умножу мои знамения. Нет, Подожди. Ирбейте от слова арбе. И увеличу. И увеличу знамения мои и чудеса. Правильно. Замечательно. Правильно. Замечательно. Да. Убе эмцаутан. Убе эмцаутан. Правильно. Кохи гоулам. Бе эмцаутан это и с их помощью. Правильно. И с их помощью. С помощью чего? С помощью тотуму. Да. Идгале Кохи гоулам проявится Открою мою силу в мире. Проявится сила моя в мире. Да. То есть зачем какая вся идея ужесточения Лев Паро делания его каше. Зачем? Не потому что Халила над нем издеваться. И не потому что сделать вывод тяжелее. И не для того чтобы спектакль в кавычки длился там я не знаю 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 действий. 10 казней. Правильно. А вся идея в том чтобы с этой помощью весь мир увидел силу Всевышнего в мире. Вот это вот. Это идея наказания. Дальше. Но Не послушается вас Паро. Правильно. Акаша. Яд это женского рода. Все органы тела женского рода. Дальше. Алькен. Былой шма элехэм Паро. Да. И не послушается вас фараон. И таким И так, да. И поэтому. Потому что он вас не послушается. Да. Что я сделаю? Я в смысле Всевышнего. Вынатати. Эт яди. И дам ему Ну да. В смысле наложу на него. Я не знаю как это значит. Поручше сказать надо подумать. И наложу на него. Вынатати. Эт яди. Или дам на него какую мою руку какую Тяжелую. Тяжелую. Да. Тяжелую. В смысле что рука связана с наказанием. Бэмитсраем. Дальше. Как это понимать? Яво Яво Аль Арцо Микот Не, не. Макот. 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 Наказание. Макот Ва Он Шим Шоним. Правильно. Ну найдут на его страну или на виду на его страну. Наказание Он Шим Шоним. Макот. Казни. Казни и наказание Шоним. В смысле разные. Разные, различные. Дальше. Веоцети. Веоцети Эт Цивотай Эт Ами Бней Исраэль Бней Исраэль. Да. И выведу Мои Ну переводится по-русски Мои полки. Мои полки в смысле Мои полки Мои колена То есть Ну вот Как бы Все Бней Исраэль Которые разбиты На Отдельные Ехидор На отдельные подразделения Можно называть Высоким слогом Как здесь Цваот Да. И отсюда по-видимому Ашем Цваот То есть не отсюда А это связано Ашем Цваот Да. Бог силы Дальше Эт Амиб На Исраэль Народ Мои Сыновей Израэль Да. Мерес Мисраэм Да. Мерес Мисраэм Бишфатим Бишфатим Да. Шфатим Это да. Бемакот Ува Ваоншим Гдулим Да. Что такое Бемишфатим По коленам их Нет. Шфатим Шфатим Это от слова Мишпа От слова Судам То есть Судами Значит Судами Судами Это означает Бемакот Ваоншим То есть Казнями И Наказаниями Что Все вместе Казни и наказания Это является Шфатим Гдулим Ну Наверное Правильно сказать Великим Большим и великим Дальше Ваяда Ваяду Мицраем Ки Ани Ашем Да. Бин Бин Тотай Эт Яди Да. Бехав Но Сейчас Давайте переведем Ваяду Мицраем Ки Ани Ашем Би И узнают Египтяне Что Я И познают Египтяне Неправильно Ки Ани Ашем Что Я Всевышний Что Значит Бин То Ти Эт Я Эт Я Ди В простирании Руки Моей Лин То Это Простирать Простирание Руки Моей Да Дальше А как Это Объясняет Рафтен Зальц Бе Бе Афно Ти Аль Мицраем Ле Акота Бе Афно Бе Афанот Я думаю Ла Афно Это Преобращение Преобращение Что значит Простирание Руки Не очень понятно Надо как-то объяснить Простирание Руки Это Я обращу Свою руку Имеется Ввиду Рука Всевышнего Над чем Над Израилем Наслегка Над Египтом Для чего Ле Ле Акота Для наказания Для побиения Ее Ла Кото Ла Кото В одно слово Ле Акота Вы видите Что Можно Вот это Окончание Эй Эй Которое Связано С женским Родом Мицраем И видно Что В инфинитиве Тоже Можно Так Построить Ле Гаг Помните У нас Было Сейчас Их Рэкеам Рэкеам Там Было Существительное М Прибавлялось Это Рэка Шилаэм И вот Это Прибавление Прибавление Которое Указывает На то Род О ком Идет Речь Это Можно В самых Различных Формах Здесь Это Форма Инфинитива Ле Акота Ле Акота В одно слово Ле Акота Окей Дальше Вы Ацете В Ацете Бне Исраэль Митохам Да Вая Ац Нет И что значит Боцетит Не Исраэль Митохам И выведу Сыновей Израиля Из их Среды Правильно Вот видите Опять Вот это Мем Это Кого Это Митсраэм Да Митсраэм Здесь Это Египет Египтяне А Митохам Это Из И От Них Окей Дальше Вая Ац Вая Ац Моше Вя Арон Ка Ашер Цива Ашему Там Да И сделали Моше Ярон Так Как Повелел Моше Правильно Так и сделали Да В точности В точности Да Зачем Повторяется Что они Так сделали Понятно Что они Сделали Да Еще Два Рас Сказано Вя Ац Моше Хорошо И сделали А зачем Сказано Как Тавтология Как будто Ненужное Повторение Яков Поэтому Он и Говорит Сделали В точности Как Сказал Всевышний Дальше Микан Микан Алла Микан ועלה Микан ועלה הם היו בעיקר Сבילים Моше ואחרون קיבלו хоро Да, вот, честно говоря, цвилим, я думаю, что я понимаю, но мне как бы сто процентов не очень понятно употребление этого слова, но в смысле я думаю, что я понимаю. Итак, дальше, они были в основном, я думаю, что свилим, свилим, вообще это слово лесболь, собаль это груши, мне, честно говоря, не очень понятно упоминание, что означает свилим, но я думаю, что исходя из контекста дальнейшего, что они были в основном исполнителями. Тут переводится как пассивными, я смотрю, в словаре. Ну да, пассивными, в смысле как груши, что они тащили на себе приказание Всевышнего, но вот, честно говоря, по-простому я как бы не встречал, что такое свилим, как бы непонятно. Я думаю, что это от слова собаль, цель, тот, кто тащит, тот, кто исполняет. Ну, как правильно сказал Тимофей, я думаю, что смысл, да, что они были как бы пассивными исполнителями, то есть мы, так мы и знаем, что так оно и было, Всевышний говорил, он сделает и так-то, они шли и говорили, будет так-то и так-то. Потом фараон как-то так или иначе реагировал, они снова как бы, если к Всевышнему, он им снова наставлял, они снова ушли. Они, естественно, у них роль была как бы пассивна, окей? Дальше. Моше и Арон. Моше и Арон взяли на себя свет. Ну, Тибло, скорее всего, получили все-таки, получили. Получили свет. Да, они-то более пассивно, да, они получили, что, Раот, Мяшен, указания. Указания Всевышнего. Да. И Битсу. И исполняли. Битсу, это исполнитель, да, ОТАН. Исполняли их как послание. Как это исключительно в послании. То есть, грубо говоря, от себя ничего не добавляли, у них никакой инициативы не было, она не подразумевала, что есть какая-то инициатива. А они действительно были в качестве, как бы, пассивных исполнителей. Правильно? Окей. Ну, хорошо, Тимофей, можешь давай тогда вот здесь вот закончить. КАН. Да. КАН, Мурфия, ААРА, ИСТОРИТ. ЭАРА, правильно. КАН, Мурфия, ЭАРА. ЭАРА, ИСТОРИТ. Правильно. Так, здесь продолжается историческая... Ну, появляется. Ну, появляется. Здесь появляется... Историческое, что это, повествование? Не, историческое указание. ЭАРА, это указание. Ну, примечание, слегка, примечание. Примечание. Да. Например, на иврите примечание, вот то, что по-русски называются сноски, правильно? Называется ЭАРОТ ШУЛАЕМ. ШУЛАЕМ, в смысле, на полях. Примечание на полях. Вот это называется ЭАРОТ ШУЛАЕМ. О, он бер уаса ло эара. То есть, он ему что-то такое заметил. Ведь уже большинство говорятся У и ИРЛО. Чем и ИР не с АЛЭФом не осветил, а именно с АЙНОМ. И ИР, это типа того, что он ему вставил. То есть, он ему сделал вообще указание 50 так, а не так. Окей. Дальше. У МОШЕ. У МОШЕ БЕН ШМОНИМШАНА ВААРОН БЕН ШАЛОШУ ШМОНИМШАНА БЕДА БРАМ ЭЛЬ ПАРО. Правильно. Так. И МОШЕ, значит, 80 лет ему. Про АРОНа 83. В тот момент, когда они говорили с фараоном. Ну да. То есть, мы видим, что вообще МОШЕ, да, уже 80 лет. То есть, он убежал из Египта. То есть, он был, ну, юношей, скажем так, да. Он был юношем, который вырос при дворе фараона. И после истории, когда он вмешался сначала в ссору или драку между евреями, следующее было с египтянином. Когда он убил египтянина. Правильно. Или наоборот. Наоборот, наверное. Но он, в общем, убил египтянина. Но тогда он был как бы подростком, ну, не подростком, но юношей. Он убежал. Потому что, как бы, все это время, до 80 лет, про которых мы вообще ничего не знаем. Он, как бы, был, служил при, ну, служил, он стал при тропе. Спас его скот. Интересно. Это огромный, как бы, огромный кусок жизни, про который мы вообще ничего не сказали. Ничего не известно. А, Аарон, сколько? 83. Да, да, 83 ему было. Да, да, правильно. Да, тоже 83 годы. Да, не слабо. Да. Окей. Гамбы утам ямин. Гамбы утам ямин. Шибаэм Тухэля Тахнаим Айтала Итим Арука Ютэ Так в эти же годы И даже в те дни Когда что Тухэля Тахнаим это продолжительность жизни Это статистика Быстрого этих странах Тухэля Тахнаим это продолжительность жизни Айтала Итим Арука Ютэ Иногда была очень длинной Итим это зачастую Эд Это как бы время Мы знаем что на иврите есть разные Синонимы время Есть просто Зман А есть Эд Эд это как у Куэлида Который будет он читать скоро в суббот Эд Лизрок Аваним Эд Лейсоф Аваним Эд Лэмилхама Эд Лэшалом Время для этого Когда говорится Лэ Итим Лэ Итим это означает что это зачастую То есть в те времена зачастую продолжительность жизни Она была Больше Больше чем что Наверное больше чем как бы Ну вот В современное нам время Правильно Эм Нахшиву Эм Нахшиву Анашим Шейнам Цейрим Правильно Ну то есть даже тогда они считались людьми Ну не совсем молодыми Да Даже при условии что когда люди жили дольше И там 83 это было как современное 40 Пресчетов Но может даже больше Они тем не менее считались людьми не молодыми То есть не означает что они были как бы там Не знаю Действительно 40 Наверное было лет 60 Наверное считалось Окей По той как бы Относительной шкале Дальше Муше Муше ваарон Итхилу Эт шлихотам А цибурит Бегелим Шебегем Я думаю Ну может бегелим Да Бегелим Правильно Шебегем Адам Ахар Ахер Ахерасуй Лесаем Эт хаяф А Паэлим Паэлим Это тоже интересно Дальше Это указание Интересно Муше ваарон Итхилу Эт шлихотам А цибурит Да Да Значит Муше и аарон Начали их Послание Что ли Общественную Долг Общественное послание Общественную миссию Да В возрасте В возрасте В возрасте В возрасте Да Словно возраста Но можно и возрасте Так не говорят Да Правильно В возрасте Что У них В возрасте Человек Особенно Как бы готовый Состоявшийся Нет В этих возрастах То есть другой человек Или другие люди Да А Прекращает Обычно Как бы Что Как бы Заканчивает Что Заканчивает Получается Деятельность Активную деятельность Они начали Вот свое Общественное Послан Общественное Миссии Общественное Посланничество Тогда Когда В таких возрастах Когда Другой человек Или другие люди Они обычно Как бы Заканчивают Свою Активную деятельность Что в общем Тоже Интересно Ну хорошо Давайте Я Честно говоря Дальше Следующую статью Не отсканировал Окей Я предлагаю Давайте На этом Остановимся Хорошо Окей По-моему Замечательно Прочитали В общем Тоже Текст Интересный И будем Разбираться Дальше Окей Тогда Я на этом Заканчиваю Это запи